Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Чеггер Аута, это долгожданная реакция на сериал Саке, 17 серия. Тут стреляют не пулей, а деньгами и властью. Давайте смотреть в конце, как всегда, обсудим. Даниэр Бек Мурзаев. Что случилось? 28 лет. Игрок. Так, в чем дело? Отец Булат. От одной ходки отмазал, ты теперь вторую мне придумал. Есть младший брат и мать. Понимаешь? Кажется. Работают солидные компании. Ты исполнитель! И ты обязан быть здесь! Сам жена. И ты мне нужен, живой. Алло. Хорошо, наконец. Что-то еще давно. Что? Не знаешь, что за ошибки на каждом. Плохи твои дела, Даниэр. Плохи. Это мой единственный решал все вернуть, блядь. Что с ними делось? Захватывающий будет. Пока ничего. Пусть поиграет еще. Уже, что ли, вышло? Захватывающий. Захватывающий. Если помощь не будет, не обещай ничего. Азану Трилович, все нормально? Ни хрена не нормально. Саят, конечно же, у вас опытный. Дом стоит на склоне горы. Его дело только узаконить и заработать. В домах. Тут надо подумать. В общем, по нашим данным, сегодня Саят встречался с застройщиками. Они хотят узаконить дом через него. Откуда? При разговоре присутствовало имя Ильяс. Мы по нашей картотеке пробили, какой именно Ильяс. И вот результат. Да. Сколько веревочки не виться. Че, Ильяс же, Мартыч, думал, так мы тебя за жопу и не возьмем. А вот мы взяли. Наконец-то первая зацепка появилась. И это хорошо. А че, шеф, может, надавим на этого Саята? Может, ты задаст на мне по Ильяс? Не-не-не-не-не-не-не-не, нельзя. Нельзя на них давить. Они тогда назад отыграют. И мы единственную зацепку свою вообще потеряем. Короче, делаем год чему. Компорт. Компорт. Сау. Сау. Ну, в общем, я думаю, что ты своими глазами увидел и понял, в каких условиях живут наши ветераны. Да, только я не могу понять, зачем вы меня сюда вызвали, чтобы лишний раз убедиться, в каких они здесь условиях живут. Чтобы ты убедился, что ты ни хрена не работаешь. Азике, я-то отвечаю за это благоустройство, за них фонд пенсионную ответственность несет. Ну, при чем тут я? При том, что ты через любой фонд можешь прокручивать деньги. Так ведь? А я смотрю, тебе все равно. И не струй себе невинного. Азике, мне кажется, вы сейчас просто немного преувеличиваете. Тебе что, документы предоставить? И давай не будешь со мной спорить. Себе хуже сделаешь. Хорошо, ладно. Ну, что вы предлагаете? Отремонтируй. Ты же у нас за благоустройство отвечаешь. Правильно? Ну вот. Как раз ремонтные работы в твоей компетенции. Я, конечно, все понимаю. Только не могу понять, откуда я возьму деньги. За чей счет я отремонтирую? За свой счет. Мирас, за свой. Я не знаю, бизнесменов загрузи, так сказать, с которыми ты тендеры мутишь. Да ни с кем я ничего не мучаю. Пусть, Мирас, пусть скидываются. Хоть какой-то поступок сделаете. Ты одно пойми, Мирас, ему не так много осталось. Пусть хоть остаток жизни в нормальных человеческих условиях проведет. Ты со мной согласен? Согласен. Дайте мне пару дней я все решу. Мирас. И знаю, что они воевали не ради себя. Я даю тебе деньги. День? Да, ота. Мы будем с вами за деньгами. Балам, седина, аз, еркен, екенсын. Нет, ота. Это мы, 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 дарим вам. Азамат, я прошу у вас прощения от лица всех госслужащих. Азамат. Азамат, я тебе скажу так. Я многое в жизни повидал. И понял, что страшное в стране это равнодушие. Равнодушие чиновников к народу. Вот ты сейчас тоже на войне. Но тут стреляют не пули, А деньгами, Властью. И твоя задача победить эту войну. Понял. Как дела с Айбеком? Вы насчет того дома обговорили? Сошлись? Да, все нормально, узаконим. Там чуть попариться надо. Ну, за такие бабки кто угодно готов попариться. Ну, да. Ты не переживай. Если хорошо отработаешь, я тебе еще бонусом докину. Да тут вопрос не в деньгах. Тут главное, чтобы завтра, так сказать, проблем не было. Нет нерешаемого вопроса. Тем более, я с этими ребятами давно знаком. Дружу, можно сказать. Они профессионалы своего дела. Вот этот дом узаконим, возьмемся за другой. Правильно? Да. А они пусть дома строят. За счет этого тебе и карьеру построят. Судай голоса. Слушай, как насчет Азамака? Какие новости? Вообще пробивал чистый он. Да? Да. Ага. Пора его скинуть. Ты же сам говорил, пусть походит. Походил, хватит уже. Сливай. Ну, давайте. Проблем не будет, шеф. Я что-нибудь решу, солю. Ты все-таки его перепроверь. Ага. Вот чувствую, чутье мое подсказывает. За ним кто-то стоит, блин. Возможно, возможно, шеф. А насчет переезда Акима, мне кажется, что это все слухи. Я поговорил с окружением его, они ничего не знают. Странно. Может, они тебя хотят проверить? Возможно. Да я вообще даже не парюсь по поводу этого. В общем, ты быстрее. Давай узаконим этот дом, и все. Хорошо, понял. Ладно, девочки. Какой смех, естественно. Лоша Ляска, ты расскажи, как у тебя дела? Ты у нас в Акимате устроилась, да? Пифочек такая. Сколько тебя не видели? У меня все так же. Работаю в Акимате. Интриги, сплетни. Ой, да ладно. Кому ты там стоишь постоянно посещаешься? Да, да. Какие цитатки выкладываешь? Че, парня завела, да? Ну, да. Ой, классно. Давай, рассказывай. Кто такой, откуда будет, чем занимается? Ты столько вопросов задаешь. Я пока сама его плохо знаю. Интересно же. Угу. Давай, рассказывай. Ну, в общем, его зовут Алихан. Он работает журналистом. А местный, кажется... Да, местный. Ой, это пофига. Ты мне лучше скажи, тачка-то есть, кто родители богатенькие, не пусть какой-нибудь. Какая разница? Самое главное, это не деньги. Ой. Я вот на тебя посмотрю, когда завтра у тебя денег на маникюр не будет. Вот честно. А ты лучше это, фоточки-то его покажи. Да. Давай, спокойнее. Покажи, давай. Интересно же. Сейчас покажешь, девочки, покажите. Вот. Алихан. Ммм, хорошенький, да? Ты что, с Бауром встречаешься? Та-та-та-та. Ты что, гонишь, что ли? Это... Это Алихан. В смысле, это Баур. Это точно. Ты что, гонишь, что ли? Я что, сама не знаю, с кем я встречаюсь? А ты хочешь сказать, что я не знаю, кто это? Ладно, не суть. Может, я просто перепутала. Бывает. Покажи другие фотографии. Это Баур, друг моего брата. Он к нам раз в тридцать приходил чай пить. Подожди. А... Твой брат тоже работает с журналистом, да? Ммм. То есть он тебе это сказал, верно? Ну, они себе разные профессии придумывают на самом деле. Но по секрету тебе скажу, он работает в антикоре. Па-па-па-па. Что? Антикор. Там таких, как твой Саят ловит. Спокойно рассказал все. По-любому какие-то свои мутки мутят. Жан, только ты про такое не пиши, ладно? Слушай, не переживай. Никто не спарит. Я же тебе сказала, это просто обычная статья для редакции. Саят, конечно же, у вас опыт. Но явно ему какой-то ажашка помогает. Вот только кто он? Да, Бауэр Тимирбеков. 91-го года рождения. Учился вроде в Юр-юр, чего-то, чего-то не помню. Но работал больше в полиции. Дальше антикор. Ты мне можешь эту информацию на WhatsApp скинуть, ладно? Давай еще что-нибудь пробью, если хочешь. Девочки, я устала, мне домой надо. Да ладно? Да, да. Мы с тобой тоже поспросились не успеть, только увиделись. Да, мне правда очень домой надо. Взя, так делать? Чего я не сняла? Девушка, есть яичница? Есть глазунья. Ну зачем мне глазунья? Мне надо яичница. Нет, тупица, это то же самое. Девушка, это будет долго. Просто омлет принесите ему и все. Хорошо. Шеф, зачем мне омлет? Я же не такой. Эх, аузнежап, что пас, это то же самое. Слушай мне внимательно. Короче. Короче, дело дофига. Надо сейчас поехать по всем управлению кое-чего узаконить. Там все в курсе. Просто надо подпись, печать, подпись, печать. Это все заберешь и ко мне привезешь. Понятно? Понял. Да ни хрена ты не понял, по твоим тупым стеклянным глазам вижу. Слушай мне внимательно. Вначале заходишь в архитектуру. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Проходи. Все, 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 я в курсе. Да, я в курсе. Саке привет. Да. Прошите, шеф. Все, всех обошел, никого не забыл? Да, шеф. Все, да. Нет, шеф. Еще нет, я тебе два вопроса задал. В общем, я запутался. Короче, всех обошел, никого не забыл. В течение двух недель решиться. Красавчик, хорошая новость. Мираса Азамата Судази. Все, шеф, а? Может, могу идти, да? Угу. Значит так, ситуация такая. Теперь у нас есть все фигуранты этого дела и зацепки на Ильяса Жамарковича, но... Давить мы все равно пока не можем, потому что нам нужны неопровержимые доказательства, чтобы завтра в суде никакой, даже самый опытный адвокат это дело не развалил. Шеф, так они делают узаконение на уже построенный дом. Это же уже факт. Тем более дом стоит на склоне. Там земля рыхлая. Любой момент может упасть. Слушай, я про этот дом все знаю. Может, мне ничего не говорить. Они его узаконить все равно не смогут, а потом мы все равно заставим вернуть деньги застройщиков всем, кто там купил квартиры. Пусть они думают, что у них все ровно идет, по плану. Тогда мы сможем взять и всех, понимаешь? Да, ну, шеф, я чуть-чуть не понимаю. Если все факты на руках, зачем тянуть? Объясняю. Потому что сейчас мы можем взять только застройщиков, технадзор и госэкспертизу. А я хочу, чтобы мы взяли и Саята с Ильясом тоже. Пускай они думают, что они якобы все узаконили. Тогда мы сможем зафиксировать акт передачи денег через Саята и Ильясу и возьмем их всех, и они не смогут отмазаться. Это понятно? Потому что с Ильясом надо только так. Наши. Отлично. Короче, мужики, мы сейчас выходим на финишную прямую. Косячить мы больше не можем себе позволить, как в прошлый раз. Поэтому полная концентрация, абсолютное погружение. Держим руку на пульсе, а меня в курсе. Все понятно? Да, да. Ну, тогда огонь. В общем, по сосалке все отработали. Там коммунальщики занимаются чистками арыков и установками муворных. Ну и по благоустройству надо будет до конца отработать. Мирас, ты затягиваешь. Нет, там все нормально, там просто, ну, по времени чуть нет. Смотри, Лысый, подожди. Потому что то, что Аким переезжает в наш район, это слух. Ну, Азанов, что ты на меня смотришь? Это не значит, что работать можно. Мы должны доделать работу, понятно? Ну, просто на расслабоне, ну, то есть, так торопиться уже не надо. Да и вообще, КСК пусть этим занимается, ничего себе. Красит подъезды, это же в их обязанности ходит. У нас в своих дел, высший крыш. Зачем? Как я тебя их зовут? Коммунальщики, там. Это пусть они делают, нам зачем это нам? Она лошадь, она, как его? Высший? Короче, поняли же, Даша? Ну все, главное вот эти моменты отработать и... А это то, что Аким идет, это все слух. Так что можете не переживать. Что там? Да, извините. Там к вам пришли. В смысле можно? Ты что, не видишь, у вас аппаратка идет? Я же сказал, занятые. Они просто, кажется, ждать не будут. Кто? Занят, скорее, обеспечиваются. Они заходят вот уже, и уберите руки. Саяц Аматыч, добрый день. Здравствуйте. Вы вообще-то не видите, мы работаем, вы вообще кто такой? В общем, в городском Акимате в курсе. Администрация президента. Да. Алибек Масабаев. Чай, кофе. Просто мы этот, как бы... Нас никто не предупреждал просто? Ты что, тупой, что ли? Ты кто такой, чтобы тебя предупреждать? Аким города? В общем, к вам в город с рабочим визитом едет президент. Парам, парам. Кто? Хаузен, да шапший. Акимат городскую приготовил предварительную программу, где одним из возможных объектов посещения будет объект, находящийся в вашем районе. Это понятно? Надо подготовиться. Есть подготовить. Ну, в смысле... Точно приедет, да? Это не слух. Адожди. Я что, похож на человека, который распускает слухи? Нет. Нет. Слушайте, я здесь у вас давно уже нахожусь. Я знаю, что у вас здесь творится. Какой беспредел. Ты хочешь, чтобы президент увидел твой бардак? Считайте, что я пришел вам помочь. Слушайте, я устал. Я реально устал. То уберут с места. То опять поставил. Хочешь, каждый день молюсь. То Аким переезжай. То президент переезжай. Вы знаете, нам трудно. Знаете почему? Потому что со мной работают вот такие тупые. Как с ним работать? Вы попробуйте, поработайте с ним. Или вот он. Лысый, тоже тупой. Этот вообще, еб, ты где-то принципиально. На мою голову пришел. Но вот тут крапма. Че ты? Ходай, кто с ним. Рай, не мать с ним. Урма. Ур. Че? Мне уже ничего не страшно. Да поймите вы, нам сложно уже. Мы устали уже. Мы каждый день раком ходим. Знаете почему? Может, нас все чпокают? Антикорь чпокает. Комитет чпокает. Наш Акимат чпокает нас. Как будто во всем мы виноваты. Магонетные мамы стоят. Круглосуточно возле нашего объекта. Чего они хотят от нас? Помощи. А во всем виноваты мы. Вы спуститесь, покажите, как работать. Мы не знаем, как работать. Никто не знает, как работать. Мы уже устали. Все уже. У нас сил нет. На каждый тендер кто-то лезет. Звонит нам. Это сделать не можем. То сделать не можем. Где кислород давят. Мы магазин, кафе закрыть не можем. Потому что кто-то нам позвонит. Боимся уже. Каждый день в памперсах клоним, чтобы не обосраться. Вы поймите это. Там передайте, кто там вверху сидит. Мы уже все. У нас уже. Понимаешь, я уже психически больной. Я семью не вижу. Зарплаты 100 тысяч сенген. Ни хрена не хватает. Ну да, вопрос. Что вы сейчас делаете? А знаете что? Увольняйте. А чтоб конкретно меня уволить. Да иди ты в жопу. Вот. Вот теперь увольни. Молодь, еб твою мать. Чай налей просто. Два часа уже прошло. Что за жука? И кто за стройщик? Я тебе сейчас объясню, как это происходит. Ну зачем ты нас всех собрал? Кто это? Президент? А может сразу сами ты меня навалил? Это что так заблежит? Ну не закрою, так закрою. Сделаем как надо. Так, мне кажется, последняя сцена, ну это у него в воображении было. Возможно. Ну, ощущение такое было, вообще не покидало. Прям смотрел с улыбкой, думал, ну сейчас вот покажу другую сцену, где он как раз таки нормально ответит. Возможно, это будет в начале следующей серии, фиг знает. Но концовка забавная, да. Так, наконец, появилась зацепочка у антикора. И зацепочка хорошая, на самом деле, то, что вообще хорошо, то, что они цепанули за этого жука, и через него спокойно можно сейчас выходить на всех. И про Ильяса, считай, услышали, уже поняли, что за дело. И потом, когда объезжал всех, собирал подписи, соответственно, по звонку там или как-то, ну короче, тоже поняли, кто еще замешан в этом деле. Продвигаются, короче, неплохо. Вот. Благоустройство дома. Я в той серии вообще думал, что он реально в такой комарке живет. То, что этот... Там нет дома такого. Но дом-то есть, но он просто в ужасном состоянии, да. Ну, в общем, дом починить нужно. И... Классные слова деда тоже про войну и с этой коррупцией. Классная сцена. Вот. Ильяс, в принципе, рад. То, что, ну, дело как-то по этому дому двигается. Ему-то хорошо, ему плюс. Он думает, что он получит бабки. Саке поймают на этом, типа... А к нему не подберутся. Но не тут-то было. О нем тоже знают. Но он пока сам этого не знает. И хочет избавиться от Азамата. Думаю, что он все-таки... Не чистый. Как-то влияет. Хотя Азамат вообще по барабану на Ильяса. Вот. Наступил тот день, точнее тот вечер. Когда Азамат все-таки узнал, что ее парень выдает себя за другого. Вопрос, конечно... Ну, то есть... Не будем тут говорить. Ну, как бы... Вы и сами видели актерскую игру девочек. Лучше вообще им не начинать. И, то есть, не продолжать. Об этом не будем говорить. Просто самый интересный момент тут тоже... Это то, что узналась, наконец-таки... Несимпатичная девушка, кстати, говорит ей об этом. Что это другой человек. Вот. И... Она так тупо ушла еще оттуда, вот что-то устала, ля-ля. Могла бы, ну... Там бы все поняли, свалить нормально могла бы. И... Она не сказала... Я думал, она скажет это Саке. Но... Тут уже ее личные, как бы, отношения. И она сначала с этим разберется. Типа, потом уже, наверное, скажет Саэт Саматычу. Фиг знает. Вот. Так, сцена с подписями. Круто, конечно. Эти антикорщики готовятся. И да, реально им не спалиться. Но как-нибудь... Мне кажется, не получится. Ну, то есть... Мне кажется, Саэт Саматычу опять выйдет у нас сухим из воды. Ну, и приезд из администрации президента. Это, конечно, забавно. Здравствуйте. Вы вообще-то не видите, мы работаем. Вы вообще как-то такой. В общем, в городском акимате в курсе. Администрация президента. Са. Забавно, забавно. То Аким Едес, то президент. Еще и в район. Какой-то объект там нужно привести в порядок. Ну, реально. По сути, можно поверить в эту сцену в конце. То, что там Саэт Саматыч так высказался. Ну, почему? Потому что вообще реально столько всего навалилось. То и при... То тут Аким вроде города едет. Тут какие-то дела замуты дома. Это там реально, собственно, можно сойти. Но отыграл он хорошо, конечно. Как вам 17-я серия? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.